Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 114, упражнение номер 209. Прочитайте. К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрямь тянется глупец. Обсудите, справедливы ли эти слова, о чем заставляют они нас задуматься. Да, эти слова справедливы, потому что умный, мудрый человек всегда тянется к добру и миру. Понимая, что это хорошо не только для тех людей, которые находятся возле него, но и для него самого. А глупец, человек, который не думает о последствиях своих действий, тянется к войне и распрямь, не понимая, что прежде всего страдать от этого будет он сам. Запишите по памяти. Каждую строку будем записывать за главной буквой. Это стихотворный текст. К раздельно добру и миру тянется мудрец, запятая. К раздельно войне и распрямь тянется глупец. Укажите имена существительные в форме дательного падежа единственного числа. Выделите их окончания. К чему? К добру окончания ум. К чему? К миру окончания ум. К чему? К войне окончания е. Почему окончания умен существительных в дательном падеже разные? Окончания разные, потому что разные склонения. Добро и мир это существительные второго склонения, окончания ум. А война это существительное первого склонения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.